Всем привет, с вами Ирина Корнева, спасибо, что заглянули на мой канал, и сразу же давайте с вами включим колокольчик, подпишемся на канал и поставим пальчики вверх этому видео, чтобы поддержать мой канал, и чтобы как можно больше женихов и невест увидели мои видео и смогли готовиться вместе с моим каналом. Итак, сегодня тема выпуска «Что будет, если свадьба в красивую дату?» Готовы? Погнали! Несмотря на то, что вообще неважно, в красивую дату вы планируете мероприятие или в обычную дату, приглашать гостей в любом случае как-то нужно, поэтому удобно сделать это через сайт приглашения. Я уже как-то показывала вам, что такое сайт приглашения, каким образом можно это сделать, и покажу, наверное, еще разочек. Вы можете самостоятельно, абсолютно бесплатно на портале Event for Me сделать сайт приглашения, который будет выглядеть вот таким вот образом, где вы можете рассказать вашим гостям о времени, о себе, о времени вашего мероприятия, о себе, о ваших друзьях, родственниках, близких, и даже провести опрос среди ваших гостей и узнать, что они хотят кушать, пить, ну и так далее, и нужно им размещение или нет. Ссылочку я вам оставлю на портал обязательно в описании. Проходите и делайте совершенно бесплатно сайт приглашения. Итак, что же будет, если свадьба в красивую дату? Красота – страшная сила, поэтому притягивает внимание многих невест. И если дата красивая, то это уже равно, что дата будет популярная. Понятно, что вы в красивую дату будете не одни. Таких, как вы, будет очень много, и все захотят в эту дату, чтобы были самые лучшие свадебные услуги. Соответственно, если хочется самые лучшие свадебные услуги, значит и ребята, которые оказывают самые лучшие свадебные услуги, с большей степенью вероятности будут заняты на эту красивую дату. И они это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что в красивую дату 22, которая была, да, 02-22, они будут заняты, поэтому очень многие повышали стоимости на свои услуги. Очень многие были забронированы прямо вот очень-очень заранее. Но вообще с этой датой 22, 02-22 было много связано, да, несмотря на то, что это в прошлом уже, но тем не менее было действительно очень много мемов на эту тему, смешных историй, когда продавалась эта дата в ЗАГСе за миллионы рублей на Авито. В общем, это было забавно. Понятно, что это была шутка, но тем не менее в каждой шутке есть только доля шутки, да, как говорится. Поэтому действительно популярные даты пользуются спросом, действительно популярные даты, точнее красивые даты, не популярные, а красивые даты пользуются спросом, действительно красивые даты пользуются популярностью, действительно красивые даты имеют ряд особенностей, с которыми вам нужно смириться, если вы планируете свою дату, планируете свою свадьбу в красивую дату. Первая особенность, что исполнители очень быстро занимают, И большая вероятность, что те исполнители, фотографы, видеографы, ведущие, стилисты и остальные, за которыми вы давно следили, могут быть уже заняты на эту дату, просто потому что их заняли еще год назад, и вы не успели. Вторая особенность, что все исполнители свадебных услуг прекрасно знают, что спрос будет повышен, и стоимость их работ может быть выше. В итоге мы что получаем? Ваша свадьба выйдет дороже, и нужно просто быть к этому готовым. И второе, что мы получаем, что поиск услуг свадебных будет действительно гораздо сложнее. Хотя, знаете, я читала разных нумерологов, астрологов и прочее, когда пыталась понять и проанализировать, почему же все-таки выбирают красивую дату. Неужели потому что только по красоте цифр? Неужели только поэтому? Или, может быть, есть еще какое-то обоснование, объяснение этому? Но по факту, как говорят нумерологи, астрологи и прочие, все говорят, что ничего такого сверхъестественного в красивых датах нет. И есть даже даты, которые вроде бы и красивые, но тем не менее они способствуют разрушению даже браков и так далее. Поэтому если мы говорим про какие-то звездные вещи, как многие думают, что если дата зеркальная, то будет, способствует укреплению отношений и так далее. Все зависит только от вас двоих. Это нужно действительно для себя понять и усвоить, что ни одна красивая дата не сможет вас примирить в случае какого-то конфликта. Ни одна красивая дата не сможет сделать вашу свадьбу, вашу жизнь точнее, и свадьбу в том числе, более благополучной, счастливой, наполненной любовью. Только вы сами можете это делать. Поэтому, опять же, выбирая дату, поставьте галочку в себе в голове, что, скорее всего, все-таки не от даты это зависит, не от красивости цифр, которые вы выберете, а все-таки это зависит от ваших отношений прежде всего. Но из минусов, да, еще раз, скорее всего, будет повышение цен, и ваша свадьба будет дороже, и, скорее всего, та команда, те подрядчики, которые вам нравятся, те рестораны, которые вам нравятся, с большей вероятностью будут заняты и будут, опять же, стоить дороже только потому, что дата вот такая вот красивая, вот такие вот там красивые цифры попались в эту дату. У меня, кстати, есть отдельное видео, где я рассказываю про разные даты, где я рассказываю по конкретным датам, прям разбираю, какие даты будут популярны, какие даты будут не очень популярны, рассказываю про разные факторы. Если не видели это видео, обязательно посмотрите, потому что там будет прям вот конкретика. Далее. Из плюсов, из плюсов. Давайте по минусам пробежались, все понятно, да, теперь давайте по плюсам. Если дата красивая, то большая вероятность, что вашу дату запомнят гости, запомнят жених, да, и это, наверное, пожалуй, самый главный плюс. в плане красивости даты. В остальном это такая же дата, как и все остальные даты. И чаще всего все-таки поздравляют близкие, поздравляют близкие друзья, родственники, поздравляют в первые 2-3 года. Потом уже как-то это потихонечку все забывается, и уже даже забывают зачастую родственники поздравлять с годовщиной свадьбы. Но зато жених, может быть, будет помнить на протяжении всей жизни о том, что свадьба состоялась в зеркальную дату, какую-то красивую дату, в 2022 году. Итак, мои хорошие, давайте подведем итог, что все-таки красивость даты, по сути, ничего не меняет, только увеличивает ваши расходы на вашу свадьбу, в общем-то, и увеличивает время подготовки на ваше мероприятие, потому что если вы начнете готовиться за 3-6 месяцев и при этом планируете свадьбу в красивую дату, то большая вероятность, что просто та команда, те площадки, которые вам нравятся, будут заняты, потому что кто-то подумал об этом раньше и забронировал их на год вперед. И с плюсом только то, что большая вероятность, что все запомнят эту красивую дату и будут поздравлять, что тоже навряд ли. Не факт, что все, но вот жених, по крайней мере, точно запомнит. Всего хорошего. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно получилось такое коротенькое, но, в общем-то, описываю еще всю суть действительно красивых дат и популярности красивых дат. Напоминаю, что стоит все-таки подписаться еще и на альтернативные источники связи со мной, на мой Телеграм-канал, на мой Яндекс.Дзен, на мой Инстаграм. Если все-таки Инстаграм будет жив, то подписывайтесь. Ирина Корниев, Вединг, блог. Буду рада вас там видеть. И также жду от вас вопросы под этим видео. Обязательно оставляйте вопросы. Я их прочитаю. И самые интересные возьму на заметочку и запишу, возможно, видеоответ на ваш вопрос или разберу его в прямом эфире. Все, всех обнимаю и пока-пока.